защите израиля по спасению по спасению заложников и по окончанию войн во всем мире то есть стора это самое самое лучшее средство по достижению мира мира добра счастья любви авторе самой самое главное это благодарность вот мы сейчас занимаемся самым важным делом которое если мы будем его делать правильно качественно и с благодарностью то естественно всевышний сделает чудеса явные открытые так он делает чудеса каждый день по-разному а так вот у нас будут открытые чудеса мы увидим открытые чудеса приход машеха третий храм заслугу наших уроков торы и благодарности сегодня у нас 15 урок в цикле благодарность изучаем книгу равшалом аруша сад благодарности и если можете заказать ее она есть на всех языках поищите погуглите и ее нужно прямо постоянно изучать то есть когда вы станете благодарными то все ваша жизнь изменится в лучшую сторону так обещает автор этой книги я уже вижу как она работает может 15 уроков 14 уроков прошли до 15 урок я вижу явные явные улучшения в своей жизни и в ситуации в мире вы видите ситуация улучшается то есть мы видим что прямо реально она улучшается благодаря нашему сети уроков о царя давиде значит он нам приводит пример царя давида говорит смотрите почему именно царя давид получила всевышнего такое такое вот особое расположение да почему именно царь давид он удостоился того чтобы от него пойдет маше их и а значит именно от него из рода царя давида пойдет в Машеах. Почему? Он говорит, конечно же, ответ прост. В царь Давид называется сладкозвучный певец. В книге Шмуэля, пророк Шмуэля его так назвал. И в книге Таилим, Псалмы, где содержится часть его, только часть чудесных его воспеваний Всевышнего, царь Давид призывает весь народ Израиля, весь мир. Воспойте Господу, говорит он, славьте его, святите, освящайте имя его, говорите о чудесах его, идите петь будем Богу восклицать радостно в скале спасения нашего. 95-й Псалом, первый отрывок, можете я вам сброшу, кстати, мы сделали сайт, в котором очень удобно читать Псалмы. Значит, мы на Ваикре сделали уже такой сайт, я поделюсь, вот поделюсь с вами ссылочкой, и значит мы вместе можем читать эти Псалмы. 95-й Псалом, первый отрывок, вот это то, что царь Давид нас призывал. Радостно восклицайте Господу, вся земля, откройте уста и ликуйте и пойте, говорил он в 98-м Псалме, 4-й отрывок. Вся книга Псалмы исполнена этим призывом, ко всем людям, пойте, славьте, благодарите. То есть, в этом суть Псалмов, суть Тейлим, воспевание Всевышнего, благодарение Всевышнего, понимание, что все от Всевышнего, постоянный разговор со Всевышним, это и есть то, что царь Давид, за что он был избран Всевышним, как именно символ, даже не символ, он царь Давид, в общем, от него пойдет Машех, от него пойдет Мессия, и это очень важное было такое, он корень спасения мира, назовем это так. Задает вопрос Равшаламаруш, а что, царь Давид, его не за что было хвалить больше, он что, не знал Тору? Нет, он Тору знал, говорится в Талмуде, что Давид за одну ночь изучал больше Торы, чем способный ученик, способен изучить за сто лет. И есть еще предание, что царь Давид, его не мог забрать ангел смерти, потому что он все время учил Тору. И ангел смерти, он отвлек царя Давида от изучения Торы, и в этот момент он умер. То есть Тора, он был настолько присоединен ко Всевышнему через изучение Торы, то есть, вообще вот этот момент, что такое изучение Торы, да, этот момент очень-очень такой тонкий, да. Вот мы сейчас с вами изучаем Тору, правильно? То есть, что это значит? Мы пытаемся понять интеллектуально, понять интеллектуально, как соединиться со Всевышним. То есть, Тора – это знание от Всевышнего, которое приходит в этот мир, и мы, изучая это знание, мы постигаем волю Всевышнего. То есть, это очень легко понятно в примере. Например, там, Дмитро Андреевич Латуха, да, он написал сейчас, благословен Всевышний, будьте все благословены, будьте все благословены, всеми благословениями, шалом-шалом. Что мы можем понять? Мы же никогда не видели Дмитро Андреевича Латуха, но из того, что он сказал, можно понять, что он хороший, добрый человек, который желает всем добра. То есть, мы можем понять о человеке через его высказывание. Мы можем понять о том, как он думает через то, что он говорит. То есть, речь эта является про соединением, передачей сути, которая, конечно, она отличается от слов. То есть, понятное дело, что, когда человек говорит, я сейчас тебе пожарю картошку, да, то есть, слова, и я тебе сейчас дам жареную картошку. Слова «жареная картошка» и «картошка жареная», «настоящая», это разные вещи. Как говорится, словами «жареная картошка» «сыт не будешь». То есть, картошка – это картошка, а слово «картошка» – это слово «картошка». То есть, понятно, что слово и суть объекта Это разные вещи. Поэтому Всевышний, он непостижим. Но слова Всевышнего, воля Всевышнего, она выражена через слова. Как говорится в Торе, что словами Бог сотворял небо и землю, что сказал он, и будет свет, да, и появился свет, и будет вое и ор. То есть, и слова это есть, как сказать, это то, что мы можем понять и постигнуть. Теперь царь Давид, он изучал Тору, и он знал всю Тору. Но стал он именно Машехом, Мессией, не потому, что он знал Тору, а вследствие своих песен. То есть, воспевание, это когда ты вкладываешь в слова благодарность, это когда ты вкладываешь в слова свою душу, да, свою эмоцию. То есть, эмоция, она как бы больше, чем слова. Эмоция, это то, что ты чувствуешь, это некая энергия уже, да. Слова, это слова. Вот ты говоришь слово, но ты можешь наполнить слово эмоцией, энергией. И вот он воспевал Всевышнего, и тут приводится еще одна речь интересная. А, и он здесь говорит такую вещь, я подчеркнул, что изучение должно приводить человека к вере, к постижению блага Всевышнего. Такова конечная цель Торы. Если при ее изучении не стремиться к постижению блага Всевышнего и благодарности за него, то из учения уходит самое главное. То есть, учение, оно должно привести к любви ко Всевышнему, да, трепет перед Всевышним, то есть, к эмоциональной связи со Всевышним. И именно он говорит, что это главное. Но без учения нет знания, без знания нет этой эмоциональной связи. Без слов псалмов невозможно в них вложить эмоцию, да. То есть, если бы Давид просто плакал, например, а-а-а, или вот так кричал, а-а-а, там или люблю, и вот он кричал бы одно слово, люблю. И, ну что там, царь Давид, что мы о нем знаем, какие есть псалмы? Вот, пожалуйста, один псалом, какое, сколько в нем, а ну-ка прочти, люблю. Ну, даже нету книжки, он 150 псалмов написал, в которых есть текст. Но если этот текст, он просто текст, этого недостаточно. Должен быть текст с эмоцией, да. Понятно. То есть, одно без другого не работает. Теперь, дальше приводится пример царя Хисияву, который был потомок царя Давида, и который мог бы стать Машеахом, и вся история мира могла бы завершиться, но не завершилась. Почему она не завершилась? Значит, известно, что в конце времен должна быть война Гога и Магога. Значит, должна быть какая-то большая война, в которой к Иерусалиму должны были подойти враги, и после этого должен был правиться царь Машех. Это, как бы, описано конец времен, такой будет конец времен. Теперь царь Хисиягу, он был праведный царь, который заставил весь народ Израиля учить Тору. То есть, он прямо написано, что меч... Значит, когда Санхирив, это ассиристий царь, угрожал разрушением Иерусалима, царь Хисиягу возил меч у входа в дом учения, чтобы ученики не выходили оттуда, а продолжали изучать Тору. Значит, он заставил весь народ Израиля учить Тору, и когда пришел Санхирив с его армией под стены Иерусалима, то Всевышний сделал чудо, и вся армия погибла в течение одной ночи. Представляете, все погибли. Теперь написано, что... Талмуд говорит, что Всевышний хотел сделать Хисиягу Машехам, а Санхирива Гогам и Магогам, но не сделал этого, поскольку Хисиягу не вознес ему песни. Что сказал Хисиягу? Он сказал, ну отлично, так и должно быть, и лег спать. Не хватило, вот нужен вот этот вот воспевание Всевышнего, то есть он даже не воздал хвалу Всевышнему. В Ницерях Исиягу не настало время для избавления. Это показывает, что евреи еще не достигли важной цели, не обрели веру, не избавились от скорлупы, нитья и неблагодарности. Вот то, что он нам говорит, такую очень важную вещь, что недостаточно быть хорошим человеком, недостаточно быть добрым человеком. А самое главное, он говорит, это насколько ты любишь Всевышнего. А как узнать, любишь, не любишь? Вот живет два человека, муж и жена, например, да? Муж говорит, да, я люблю ее. Жена говорит, да, я его тоже люблю. И потом они разводятся. А почему они разводятся? Потому что кроме вот этого слова «я люблю» и «понимание» должны быть выраженные, причем выраженные словами, обязательно человек – это существо, которое выражает себя словами. Должны быть выраженными словами чувства, высокооценьте друг друга, поддержьте друг друга, уважение друг к другу. А как сказать это? Если человек не говорит другому об этом вслух, то как второй об этом узнает? Это же невозможно узнать, да? Посмотрим на него и расшифровывай. Это же так не работает. То есть нужно обязательно в отношениях говорить друг другу «спасибо». Говори друг другу «как я ценю», «как я ценю то, что ты для меня делаешь». Люди же друг другу тоже неблагодарны, например, в той же семье. Они воспринимают, что то, что делает второй, как должное. Точно так же, как мы воспринимаем, как должное милосердие Всевышнего. То есть все, что у нас есть – это милосердие Всевышнего. Каждый момент жизни – это милосердие Всевышнего. То же самое в отношениях, да? Значит, мы очень быстро привыкаем к хорошему и перестаем ценить хорошее. Муж пришел домой вечером, жена ему говорит «чего ты пришел поздно?». А то, что он вообще пришел, не надо сказать ему «вау, как я рада, что ты пришел». Так завтра он придет рано. Понятно, да, идея? То есть желательно, чтобы было выражено делами, говорит Марина Незлобина. Но для того, чтобы что-то было выражено делами, вначале оно должно быть выражено словами. И вот на моем примере, да, муж приходит домой, жена, одна жена говорит «слушай, так рада, что ты вообще пришел, так рада, что мы женаты, так рада, что вообще мне так с тобой нравится находиться». Он завтра прибежит, не на 15 минут позже, а прибежит на 2 часа раньше. Муж жене говорит «слушай, ты знаешь, я вообще так рад, что ты есть, что ты мне кушать вообще приготовила, что вообще ты, ну, ты же не должна мне кушать готовить». Кто сказал, что она должна? То есть как только я считаю, что она должна, я начинаю смотреть «если этого нет, значит это проблема». Если я считаю, что она не должна, то если это есть, значит я ей благодарен. Теперь условие, простая ситуация. Вы кому хотите больше делать добро? Тем, кто вас любит, тем, кто вам благодарен, тем, кто вас ценит, или тем, которые вами недовольны, которые считают, что ты все время недоделал. Конечно же, в отношениях это тоже работает. То есть люди очень хотят общаться с теми, кто их любит, ценит и им благодарен. Поэтому этот же принцип, он работает и в отношениях между людьми, потому что нижний мир, это все по образу и подобию верхнего мира, духовного мира. Но очень важно, сейчас мы изучаем, как взаимодействовать со Всевышним, но это оно вместе работает. То есть человек, не благодарный людям, он не будет благодарен Всевышнему. Человек, не благодарный Всевышнему, он не будет благодарен людям, потому что люди проявления Всевышнего. Это все завязано в одну систему. И благодарность, это вот этот ключ ко всему. Поэтому царь Давид удостоился быть основой, да, Машеха, который придет в конце времен. За что? За то, что он воспевал Всевышнего, благодарил Всевышнего. Есть даже псалом такой, что я буду благодарить Всевышнего во всякое время. То есть он томит Елатобе Фи. Он говорит, всегда будет прославление Всевышнего у меня во рту. Даже когда мне кажется, что все плохо, все страшно, все вообще несправедливо, он всегда воспевал Всевышнего. Всегда, в любой ситуации, что бы ни было, он воспевал Всевышнего и благодарил, понимая, что Всевышний хочет только добра. Если есть какая-то ситуация, кажущаяся проблемой, то это только потому, что мы не понимаем добра Всевышнего, и мы не понимаем общую картину, и мы не видим мир в целом, и мы не видим духовный мир, и мы не видим, что было до того, как душа вошла в тело, и мы не знаем, что будет, когда душа выходит из тела. Из-за того, что мы видим только кусочек картинки, и мы о себе слишком высокого мнения, чтобы рассуждать о справедливости Всевышнего или несправедливости. Представьте, какое должен человек иметь самом мнение, чтобы судить Всевышнего? Типа, Всевышнего я сейчас буду судить. Это неправильно. То есть Всевышний, он всегда прав. Он всегда прав. Нет вообще шанса сказать, что Всевышний не прав. Если Всевышний всегда прав, значит я должен Всевышнего любить, благодарить и просить, чтобы он мне показал, как неправильно действовать, чтобы мне было хорошо по ощущению. Но опять же, вот я вчера, у меня заболела вчера спина, первый раз за год, да? Я как раз хорошо, что я сейчас вместе с вами вам очень благодарен, что вы выбрали эту книгу, что мы сейчас учим тему благодарности. Я мог бы раньше расстроиться, а тут я говорю, слава Богу, спасибо тебе Всевышний, что у меня болит спина, спасибо Всевышний, что значит ты мне показываешь очень важные для меня какие-то вещи через эту боль. Спасибо, оп, и у меня спина прошла. Вообще за один день, оп, и не болит, представляете? То есть благодарность очень сильно работает. И пятнадцатый урок, теперь практические советы про благодарность, это американский Равин Зелик Плистин, Равин Зелик Плистин, спасибо ему огромное за такую прекрасную книгу, thank you. Кто живет в Америке, можете ее купить для себя, thank you. Здесь 100 советов, таких жизненных, как развить себе благодарность на ежедневной основе. Значит, сегодня он нам дает такой совет, очень простой, но эффективный. Значит, называется так, drinking water gratefully, пей воду с благодарностью. Он говорит такую вещь, смотрите, как нему это значит, размышлял о благодарности. То есть прежде всего у человека должно быть намерение стать благодарным. Это важнее всего. Намерение, желание стать благодарным, развить в себе это качество благодарности. Он говорит, я размышлял о благодарности, и как раз я пил воду, и решил я попробовать такую вещь. Я пил воду, и медленно-медленно пил, и повторял про себя. I am grateful for this water. Я, говорит, благодарен за эту воду. И вот я медленно про себя повторял, пил эту воду, и говорит, это создало мне wonderful experience. Это создало мне чудесный опыт. Медленно питье воды с повторением про себя, я благодарен за эту воду, оно создало мне удивительный опыт. Теперь он же религиозный еврей, раввин, и есть, когда ты пьешь воду, есть перед водой установленное благословение. Сейчас я скажу это благословение, потому что он его здесь приводит. Значит, барух, ата, ашем, илкену, благословен ты, Бог всесильный наш. Мелых аулам, царь мироздания, да, то есть царь это как бы создатель, управляющий всего мироздания. Благословен ты, Бог всесильный наш, царь мироздания. Шеакольни, ябедворо, что все возникло по его слову. То есть, тут мы опять возвращаемся к тому, что благодарность должна быть выраженная словами. Потому что весь этот мир возник по слову Всевышнего. Слова это то, что создает эту реальность, в которой мы живем. Значит, перед питьем воды говорится это благословение. Благословен ты, Бог всесильный наш, царь вселенной, шеакольни, ябедворо. Что все возникло по его слову. Он говорит, но что, этим мы подтверждаем, что вода, которую мы пьем, это подарок от создателя для нас. И именно он, креатор, создатель, творец, он создал эту воду, чтобы мы ее пили. И если пить эту воду very, very slowly, очень-очень медленно. И повторять про себя, in your mind. Я благодарен за эту воду, я благодарен за эту воду, я благодарен за эту воду. Что повторяя эти слова каждый день, например, вы пьете 10 стаканов воды в день. Во время питья стакана медленно, вы повторяете 10 раз. Я благодарен за воду, я благодарен за воду, я благодарен за воду, я благодарен за воду. Я благодарен за воду 10 раз. То есть, у вас есть 100 раз в день фраза я благодарен за воду. Значит, что происходит? Это становится automatic mindset. Это становится вашим автоматическим. То есть, вы переводите свой автоматический режим мышления в новую позицию. То есть, например, в машине есть режимы. Есть режим эко называется, есть режим спорт, есть режим нормал. Теперь режим экоэкономный, нормальный, спорт это быстрый такой режим. Теперь вопрос, на каком режиме ты едешь по умолчанию. То есть, когда ты заводишь машину, какой режим у тебя включается первый? Теперь, если ты ставишь себе автоматический майнсет на благодарность, сто раз в день повторяя, я благодарен за воду, то ты поднимаешь уровень вообще своей благодарности, your inner brain will associate drinking water with being grateful. То есть, твой внутренний мозг, интеллект, он будет ассоциировать воду с состоянием благодарности. И каждый раз, когда ты будешь пить воду, то у тебя будет включаться вот это вот внутреннее состояние благодарности, которое будет наполнять тебя. Все. Теперь он говорит, don't just think to yourself. О, это звучит как хорошая идея. Не говори, говорит, про себя, не думай про себя. Это хорошая идея. Take action. Сделай действие. Возьми стакан воды и пей его медленно. И скажи, если ты сейчас не можешь пить воду, нет у меня сейчас воды на столе, да? То что он советует? Он советует представить, как ты пьешь воду и повторяешь это про себя. То есть, в принципе, вся наша жизнь – это набор не этих представлений, мысленных картинок. То есть, произошло какое-то событие, мы его каким-то образом запомнили, и потом мы его повторяем у себя. То есть, есть как фильмы внутри. Теперь эти фильмы внутри можно создавать. То есть, визуализация. У нас в спорте были идиомоторные тренировки. То есть, ты представляешь, как ты делаешь. Уже ученые доказали, что это оказывает огромное влияние. Так можно учиться, так можно запоминать, так можно влиять. Он говорит, представьте, что вы пьете воду сейчас. Вот закройте глаза, что вы пьете воду и повторяете про себя. Да, я благодарен за эту воду, я благодарен за воду, я благодарен за воду, благодарен Всевышнему, можно добавить, за воду. Я благодарен Богу за воду, я благодарен, я благодарен, я благодарен. Вот вы представили, вот вы выпили стакан воды. Отлично. Все, уже у вас произошла, внутри есть фундамент, пазл, один пазл, для того, чтобы когда в реальности к вам придет вода, чтобы вы сделали это упражнение. Если вы будете это делать 10 стаканов воды, по 10 раз повторяете «я благодарен за воду» про себя, это изменит ваш автоматический майнсет, установьте вашего ума. Благодарность наполнит вас расслаблением, радостью, вы станете более позитивным, вы будете улыбаться, люди будут вас любить, вы будете благодарны Всевышнему, вам откроются все врата здоровья, хорошие отношения. Но это же приятно, когда человек тебе благодарен, люди будут с вами хотеть общаться, все хотят общаться с благодарным, позитивным, веселым человеком, который ценит тебя и любит тебя, ценит Всевышнего. То есть это просто автоматический майнсет, автоматическая установка ума. И вот мы уже на 15 уроке, я думаю, мы дойдем до 30 уроков, если это еще и повторять, и действительно захотеть сильно стать благодарным, за вот эти 30 уроков ваше внутреннее состояние изменится кардинально, и вы увидите, что мир, ваш внутренний мир, мир вокруг вас, и мир во всем мире изменится в позитивную сторону, невероятно просто фантастически. Из какой-то там серой газеты мир превратится в иллюстрированный такой вот журнал с яркой красотой. То есть ваш мир, он станет ярким, красивым и приятным в первую очередь для вас, и все это обязательно должно быть не просто благодарность, а благодарность Всевышнему. И Всевышний, увидев вот такую огромную благодарность из этого мира, он не будет нас пробуждать какими-то проблемами, сложностями, болезнями, чтобы мы обратились к нему с молитвой и поняли, что именно он управляет миром. А все наши проблемы из-за нас, все проблемы людей только из-за того, что мы не приходим ко Всевышнему, не живем по Торе, не действуем так, как он сказал действовать, не благодарны друг другу, не благодарны Всевышнему, и все время ноем, жалуемся, недовольны. И еще выбираем действия для того, чтобы улучшать свою жизнь в виде нападения на других людей, убийства. Это же нонсенс, да, то есть приходят люди в Израиль, мы борцы за освобождение палестинского народа. После этого убивают 1400 человек, 200 человек берут в заложники, после этого, понятное дело, что на этом же не остановится, то есть это, ну это же понятно любому, что будет ответ. Где же здесь борьба за мир, что за тупой метод бороться за мир, тупостью, да, то есть вместо того, чтобы признать Израиль, сказать, дорогие друзья, давайте как-то подумаем, Америка, чем сейчас делать войну, лучше бы они 100 миллиардов, да, Лучше бы взять эти 100 миллиардов долларов, разделить между жителями тех стран, где сейчас идет война, все живы на 100 миллиардов, построить заводы, фабрики, сделать какую-то, ну, для всех рабочие места, развлечения, Диснейленд, все, 100 миллиардов долларов, огромные деньги, зачем их тратить на войну? То есть люди выбирают, они недовольны и выбирают самые тупые способы для того, чтобы свое недовольство исправить, то есть они вместо того, чтобы как-то улучшить жизнь, они выбирают ее еще больше ухудшить. И это происходит на глобальном уровне и на нашем личном уровне, то есть когда вы недовольны своим мужем, женщина, я вам так скажу, вы начните, наоборот, его ценить, благодарить, хвалить, и он для вас будет все сделает. Теперь, но если вы его начинаете критиковать, там, ругать, унижать, то он от вас уйдет. То есть это то же самое работает в обычном мире, в обычных отношениях. То же самое касается мужей по отношению к женам, родителей по отношению к детям. Если вы хотите, чтобы ваши дети там или близкие были лучше, начните их хвалить, ценить, благодарить, обращаться с ними по-доброму, и тогда они будут в состоянии выполнить любую вашу просьбу. Но если вы их начинаете прессовать, а потом еще что-то просить, так он не сделает. Зачем ему делать? Он просто уйдет. Все, удачи, успехов всем, чтобы Всевышний дал нам всем радость, счастье, любовь и все хорошее, что есть в этом мире. Шаббат шалом! Шаббат шалом всем! Шаббат шалом!